Строители явно выбрали себе аттракцион не по возрасту, взбираются на малоархитектурную форму не ради забавы, заканчивают монтаж. Долгожданное благоустройство практически завершилось. Кроме установки гора, курн, скамей, здесь оборудовали ливневую канализацию, берега озера укрепили, разбили пешеходные дорожки. Высадили клен, ясень, черемух, уребину, сирень, персик. Несмотря на объем работ, специалистам удалось сэкономить. У нас есть реальная экономия. Вы говорите, ну установим еще лавочки и урны. В моем понимании, я не знаю, первое, что увидел, лавочек, урн, сколько здесь собираетесь? Недостаточно? Нет, жители говорят, что даже более, чем достаточно. Урн, да, и лавочек. Вот говорили вы о тренажерах, да, для пожилых людей тренажеры можно поставить. Возможно, часть сэкономленных средств и направят на установку тренажеров для пожилых жителей. Пока рассматривается несколько вариантов. Необходимо здесь провести дополнительное водоотведение. Оперативно проработать этот вопрос вместе с жителями и депутатом по округу поручил мэром. Сохранить сделанное, об этом просили местные. Надеются, с помощью камер видеонаблюдения. Три глаза начали следить за обстановкой на прошлой неделе. Лично сам смотрел, камеры работают, приближение есть. 12 ноября они перейдут уже на ИДДС. Сейчас они работают в тестовом режиме. Работают, есть. Напомним, общественную территорию в плодопитомнике благоустраивают благодаря самим жителям. Зона отдыха в прошлом году победила в рейтинговом голосовании. Преображение поддержали больше двух с половиной тысяч благовещенцев. У нас была задача сделать 300 квадратов проезда, то есть закончить двор полностью целиком и вывезти на Шевченко. Двор на Шевченко-14 тоже получил в этом году вторую жизнь. Благодаря благоустройству удалось не только заасфальтировать территорию, проложить пешеходные дорожки, решить главную проблему, которая волновала жителей – постоянное потопление подъездов и подвалов после дождей. Проезда здесь вообще его не было. То есть люди не могли нигде не парковать автомобили, ничего даже. Ну просто даже пройти здесь физически было невозможно. Отзывы, они приходят постоянно, да, но, конечно, довольны, что такие программы делаются. За счет экономии средств сделать удалось больше запланированно в порядок привели междворовый проезд в рамках программы ремонта уличной дорожной сети Благовещенска. При реализации мероприятия в рамках комфортной городской среды финансирование мы имеем право тратить только на дворовую территорию. Проезды не всегда относятся к дворовой территории, они относятся к муниципальным проездам. Пытаемся найти экономию, чтобы запустить в первую очередь на такие небольшие участки, которые комплексно позволят благоустроить всю территорию, в которой включается и двор, собственно, и проезд к этому двору. Еще один проезд за счет экономии средств в этом году благоустраивают во дворе на Политехнической 88. Вообще же в рамках комфортной городской среды в этом году преобразились 14 территорий придомовых и одна общественная. Кристина Слепцова, Максим Яценко. Программа «Город».